В пятницу вечером в лицея состоялся день открытых дверей Киевского политеха и Института проблем моделирования в энергетике. Четыре профессора, кандидаты технических наук, аспиранты и студенты рассказывали достаточно интересно о внедрении новой системы образования. Однако, жаль, в зале было человек 20-25 потенциальных студентов и их родителей. А послушать эту информацию из первых уст интересно было именно с будущим студентам. Значит, модель какая? Есть славутический филиал и есть в КПЕ разные кафедры. И вот те кафедры, которые с одной стороны откликнутся на нашу инициативу, а с другой стороны будет понятно, что с той стороны молодежи города есть интерес учиться на этих специальностях. И вот те кафедры будут открывать представительство своих у вас в филиале, значит, ну и, собственно говоря, дальше будет идти подготовка. Полезную информацию дал и экс-славучанин, а не аспирант Алексей Настека. Я очень хорошо себя помню в 16 лет, когда выбирал свой жизненный путь. Я помню все те амбиции, с которыми я оценивал себя и все то, что хочу я сделать. И, конечно же, пожелание подальше от родительского крыла убежать. Реально не знаю, какая перспектива здесь у молодежи. Вот честно скажу, не знаю. Но я могу лишь сказать, что перспектива в ваших руках, в наших руках. Почему? Потому что здесь открывается факультет. Факультет одного из самых сильнейших вузов Украины. И наши специалисты, программисты, грубо говоря, я скажу, котируются по всему миру. И невероятно сильным образом. И все ищут возможности работать с нашими программистами. Это интеллектуальный труд с максимально высокой добавочной стоимостью. То есть тот продукт, который делал 10 программистов, его можно продать за миллион, продать за 10, за 100 миллионов. Ровно за столько, насколько вы его представите. Немного рисковат, но достаточно правдив был пятикурсник Юрий Канарский. Вы никому не нужны, я вам сразу говорю. Я, например, на курсе КПИ, после каждой сессии, которую я задавал, я сразу говорю, что вы никому в этой жизни не нужны. Все, что вы будете делать, зависит только от вас. Если у вас есть это место в нашей шее, вы не пользуетесь, то у вас в жизни все выйдет. Про те проекты, которые тут рассказывает профессора, я с их дозволом трошки приоткрию занавес. Это проекты реальные, которые направлены на выполнение тих или других задач, написание сайтов, додатков, инфраструктурных проектов, систем, CRM и так далее. Питание в том, вы умеете это делать сейчас или не умеете, хочется научиться, зарабатывать деньги и научиться дальше. У всех есть какие-то потребности, у всех есть батьки, у всех есть желание себя реализовать. Мы приехали для того, чтобы вы экономите вам не один год своего жизни. Реально, если бы я это знал раньше, я бы витратил свой час максимально эффективнее, зарабатывал бы больше. Реально, я сейчас говорю, как и я, школьными интересами зарабатывал бы больше. Не тратите свой час, не тратите час этих прекрасных людей, робите свои выяснятки, принимайте решения правильные. И не бойтесь ничего, никого, не думайте про то, что вам скажет. Житие лишь в ваших руках и поважайте то, что вам дают сейчас. А второкурсники Денис и Владислав рассказали, что они могут делать уже сейчас. Стоит прислушаться и к мнению профессора Богданова. После разговора с Асгуровским Михаилом Захаровичем при открытии вот этой самой филиппы, добро, надо же добро получить в ректоре, он сказал, что магистрская подготовка в КПИ осуществляется новыми методологами, это погружение в проекты. Не просто начитка теорий каких-то там, вот есть проект, и каждая магистрская работа должна представлять из себя стартап. Общая идея настроена на то, чтобы студенту было в удовольствие учиться, начиная с самого начала и до самого конца. Причем удовольствие такое, что это не справка об образовании, не за дипломом, чтобы он истинно прошел, а за образованием, вот за этими самыми компетенциями, чтобы мог что-то сделать. На вопрос о реализации украинского закона о кибербезопасности и можно ли привлекать к этим сложным разработкам студентов, ответил кандидат технических наук Гончак. Второкурснику я считаю абсолютно реально участвую в таких проектах, там, скажем, для этого есть, на следующий день существует, там ничего не надо придумывать особо, есть нормативная база, так называемая НДТЗИ, нормативные документы по вопросам технической защиты информации. Профессор Винничук Степан Дмитриевич напомнил прописную истину, чем больше у вас знаний и опыта, тем выше у вас и зарплата. И добавил, что, конечно, универсальным ключом к успеху является хорошее знание английского языка. Главный принцип навчания, який кандидат Мехтюр писнувал, это навчение, а далее вы что хотите, это своими знаниями работать. Такий варіант зараз неприйнятный, неприйнятный тому, что теперь, чтобы заработать деньги, ну, литичникам и так далее, спеціалистам, высшую область, нужно шукать проекти. Но шукать проекти, если у вас нет опыта работы с ними, надзвичайно важно. Виконание таких проектов, это тот опыт, на который можно ссылаться, с которым можно идти, ну, грубо говоря, идти в люди и говорить, что я умею, я знаю, я могу виконать, и меня возьмут. А на предметах математики, я повторю, напевно, те, что говорили молодцы, которые решили. Они сказали, что если вы знаете что-то большее, то вы больше отримаете. В смысле, как вы можете в интернете посмотреть, что требует от программиста Google. Там приблизительно такий список положений, которые нужно знать. Не обязательно идти сразу в Google. Вы можете работать на аутсоркингу, можете работать в разных вариантов, но каждый раз от вас будут спрашивать, что вы умеете, что вы знаете. То есть одно дело, вы чего-то научились, а второе дело, что умеете, вы его выразить. Конечно, все это услышать будущим студентам из-за такой представительной делегации было бы наверняка интереснее. Да, еще и вопросы позадавать. Но подвести итоги этой полуторочасовой встречи мы попросили Валентину Владимировну Ченкову. Я ожидала большего. Ожидала большего в том плане, во-первых, в количественном плане. Приглашали мы и выпускников этого года, и их родителей. И приглашали мы учащихся 10 класса. Потому что, поскольку мы хотим работать на перспективу, приглашали и учащихся 10 класса. Но 10 класса не было. Не было вообще. И вообще явка была очень маленькая, низкая. Конечно, понять можно. Понять можно, потому что поздно это все. Поздно это все мы начали. Ну, во всяком случае, очень хотелось. Мы собирались в понедельник с родителями, с абитуриентами, которых заинтересовала эта специальность. Мы заявляли 4 специальности, но пришли к выводу, что, понимаете, если мы на все 4 будут они подавать, то мы не создадим группу вообще в этом году. Потому что с таким количеством выпускников, как нынешний, тем более определились уже. Я уже несколько раз повторялась. Конечно, это очень хорошо, что в Славутищи, в общем-то, учат хорошо. Но мы же еще будем смотреть, как ребята будут поступать туда, куда они хотят. Мы можем второй, там, третий приоритет. То есть мы еще на них надеемся. Ну, пусть они поступают и везет им в этой жизни, все нормально. Но если мы создадим в этом году группу, это, конечно, будет победа наша, победа всего города. Города прежде всего, понимаете. А условия, они подают заявление на общих условиях в КПИ. Да, мы определились на факультет ТЭФ, теплоэнергетический факультет, на 151-ю специальность. И, знаете, ну, думаю, что получится. Получится. Группа у нас. И, возможно, еще, если мы расскажем о том, какой у нас хороший город Славутищ, нам приедут и номеральные. Да, да. Сейчас и вот Юрий Кириллович вел работу в этом направлении, потому что он с городами атомщиков, энергетиков работал. Хотелось бы, чтобы у нас получился студенческий городок, как мы планировали, вот как у нас и было. Когда? Да, да. Подробнее о дне открытых дверей Киевского политеха и института проблем моделирования в энергетике вы сможете узнать из специального репортажа, который выйдет в эту пятницу в 19.00. Продолжение следует.